всем привет дорогие друзья мы сейчас с вами едем на массажик потом мы едем ко мне на работу я буду снимать классный классный обзорчик наконец-то вот все вам покажу расскажу и еще выйду в прямой эфир оставайтесь со мной жду приехал пораньше немножко так получилось сейчас там дошуля закончат девушки красоту наводить или возьмется за меня у девочки соблазки конфетки чайночек я только водичек и желтые бутыночки будет оба чайночек да шуличка старается у меня всем красоту наводит жалуется что ей никто не наводит это меня все срывается походы на это на массаж суда то что выходной день с другого конца города не особо то хочется ездить на душу я не знаю это вот на самом деле я говорю давай следующий раз сделаем 3d моделирование говорит чтобы тебе полегче было она как мне скучно 3d моделирование делать и водить по одному месту туда-сюда а здесь видите какая активность у нее прочь и дашь камеры этот энергетик у нас батарейка на джайзер видите умничка какая девочка вот так что приходите в бодибар девчонки здесь золото просто работает дождик прошел только и на массаже лежала представляете так свежо на улице стало господи как хорошо то слава богу что дождичек был поехали на работу такая луниный спойлер от села обзор просто гора всего-всего сейчас пойду возьму себе кофеечку это кстати новый прикид сайта любимый василек вот такой вот сарафаном шикарный и обалденная рубашка девчонки качество просто огнище очень круто смотрите какая клево же скажите супер короче пойдемте со мной это кофе и пойдем в прямой эфир зашли с тонюшкой чуть не зафнулась тонюшкой в горке вообще ничего нет вообще даже не охота в эти мог быть и отдельчики заходить вот так вот все висит какое-то старье все-таки про стрёмное не возбуждает наш шоппинг нечего брать вообще ничего поцелла совсем доброе утро дорогие друзья нинка нарядилась я с утра пораньше поехала встречаться с настюши кто знает у меня настюшка приехала из краснодара в сочи мы с ней вместе тусели и она делала маникюрчик вот сейчас она живет в краснодаре приехал сюда в челябинск родителям короче едем завтракать с настёной оставайтесь со мной короче шла такая нажала блин ну так только я могу иду с вами разговариваю все вам рассказываю а на кнопку не нажала представляете короче всю ночь шел дождь коротко рассказываю всю ночь шел дождь на улице сегодня прохладно жира спала но это ненадолго буквально один-два дня и опять будет у нас жаришка поэтому можно пока походить в рубашечках фото все эти дела платье в которого вчера была обожаю какой она клёвая эту суперскую рубашку прям бомбически ужасно с настюшечки уже позавтракали кофе пьем сидим обсуждаем как изменился челябинск за последние лет двенадцать никак не изменились развития нет пришли к выводу что чуть-чуть нам надо идти во власть нам точно дому бы мог бы все сделали как надо вы бы развили ну правда ну просто про то что социального развития никакого в челябинске нет ну да застраивать до дома новые строить все нам сушку так по тебе соскучилась такая не знаю сколько мы не виделись три года 3 4 чуть больше нет чуть больше я уехал в марте в апреле девятнадцатого то есть вот 3 внутри 33 33 33 33 мы не виделись вот вообще да не изменилось напишите же в комментариях какая блока и осталось хохотушечками приехал в бодибарчик свой любименький лежу как всегда в костюме космонавта руки опять не делаю потому что опять с вами болтаю опять снимаю короче мы уже лбджи делаем на семерочки максимально это восьмерка мощность мужа на семерку перебрались начинали с пятерки кожа уже привыкла все при вообще классно боже мой как честно неприятные крыжа лову просто не представлять короче пресса терапию кто не пробовал обязательно попробуйте вот для меня это сравнение как будто мужские крепкие руки а также сжимают тебе тело и она максимально расслабляется очень крутая процедура однозначно советую с настюшкой встречались сушите я ее не видела получается три года и короче мы последний раз не виделись в апреле девятнадцатого перед моим отъездом из сочи за это время у нее тоже очень много всего поменялось даже в сочи жила ногти делала сейчас живет в краснодаре вот занимается и ноготочки делает и нелечкой занимается кто девочки хочет энергии можете у настюшки заказывайте нам все будет отправлять и баночки и баночки и косметику в общем очень много всяких обзоров делает на и неле и показывает реальные результаты то есть я знаю какая она была ду и какая она сейчас я просто удивилась очень сильно как она у нее очень хорошо выглядит кожа то есть на блане накрашенная прям мега круто вот так что советую кто и наличку давно хотел вот мне кстати кто-то спрошу в комментариях занимаюсь я нл или нет сейчас я не занимаюсь на сушка занимается если мне что-то надо я через нее всегда заказываю вот а еще мы с ней этот она мне годнина поехали в краснодар надо в краснодар срочно у нее там идея фикс она же занимается еще организовывать тура такие но недолгие скажем так туры там 35 не один день везде ездит по югу так это приятно по крыму везде везде и показывает очень классные места которые вам на обычных экскурсиях никто не покажет делает классные фотки угощения вкусная кухня вот это все прям очень крутое давай за ягод сейчас планирует она короче дагестан я вам рассказывал прям эфире по моему с девочками еще про дагестана рожали пропазит на этот на дагестан можете посмотреть вот я там уже рассказывал что в сентябре у нее будет тур в дагестан и после дагестана она планирует тур в грузию сделать вот прям клевые игры слушай чё говорю просто то давай говорю забудем алкоту в грузию мне кажется это будет просто идеально вот самого начала с поездки самого старта говорю начинать пить винище вкусненькое какой-нибудь короче давай говорю забудем алкоту и все наготнина приезжай в краснодар мы с тобой там таких дел натворим вот столько идей столько всего но видите как плохо когда нет рядом человека который мог бы тебя поддерживать но я имею ввиду что там не мужа не жену тогда а именно соратника единомышленника в плане там подружки какой-нибудь с которой бы там горы свернули вот мы стояли одной волне в этом плане я думаю чтобы у нас было очень хорошо все получилось вот что-то интересное она говорит надо новые места мне там говорит туда надо съездить посмотреть туда посмотрели говорит а горит ехать просто не с кем чтобы для туров для этих новые места искать подбирать вот ехать несколько лет поехали поехали вот нинка в думках ехать не ехать вот я бы съездил конечно нет мне кажется я бы программу классную составила для отдыха нашла бы прям настюшка настюшка со своей географии скажем тогда как то что она знает классные места где что искать а я вот со стороны как выхода и веселья и всего того подобного было бы прикольно напишите в комментариях поехали бы со мной кто в какой-нибудь в путешествие или не поехали бы мне кажется мы бы с вами повеселились вот душу лечку мы этом ходит моя красоточка дети не снимают это подошли убегать или же короче расслабляюсь прям очень классно сегодня так лифу разогнали прям хорошо мне кстати тоже там кто-то пишет в комментариях там из серии ой постоянно делает какие-то массажи и все не худеет блин люди вы поймите что от массажа вы не похудеете если вы будете грубо говоря делать массаж но при этом придете домой ляжете на диван упаковкой чипсов каких-нибудь но грубо говоря да то вы не похудеете массаж делается не для того чтобы похудеть в первую очередь да а 무삼 делается для того чтобы подтянуть кожу для того чтобы разбить какой-то целлюлита сократите его избавиться от целлюлита про о господи как приятно стопы подождите подождите такая особо прям угадайте вот так вот вот так стопая и у кого так вот и вот так вытягивает прям очень круто вот для того чтобы разогнать лимфу для того чтобы запустить обменные процессы то есть массаж делается для этого, а уже если ты хочешь похудеть, ты должна помимо массажа еще какую-то активность добавить в свой образ жизни, ну не буду говорить правильное питание, но хотя бы сократить порции потребляемой пищи и плюс пить много воды, вот тогда да, тогда похудеешь. Вот, а вы прекрасно знаете, что когда я ходила на массажи до этого, я питалась так, питалась всегда, то есть у меня была цель с помощью массажа не то, чтобы прям похудеть, да, ну блин, вот я про это и говорю, как похудею я с массажа, если я сделал массаж, пошла домой, легала на диван и ем чипсы, вот, то есть у меня была цель именно сократить там какой-то целлюлит, просто отдохнуть, расслабиться, запустить лимфочку, чтобы она у меня отциркулировала правильно и хорошо, чтобы избавиться от отеков, вот, вот это да. Сейчас, конечно, я слежу за своим питанием, стала есть гораздо меньше, маленькими порциями, сократила приемы пищи, то есть у меня нет перекусов сейчас, я не перекусываю вообще ничем, то есть у меня есть там завтрак определенный, обед, и даже стараюсь иногда, либо пропуская обед и просто ужинаю, либо стараюсь на ужин, что-нибудь там, либо пропустить, либо съесть что-нибудь латовенькое, то есть порции прям реально сократились еды и стало больше пить воды, вот, и плюс пока вот у нас жара стояла, сегодня, кстати, прохладненько, ветер какой-то, тепло, но ветер, пока жара стояла, у нас с Танюшкой была акваэробика, мы с ней ездили на пляж, и там вот делали упражнения определенные, много плавали с ней, вот, а когда такая прохладная погода, то пешочком, гуль-гуль, вот, так что вот так вот, в общем, наболтала, он тут рассказывала всего-всего, вот, а еще мне какая-то девушка, но она, видимо, съязвить хотела, вот, там такой комментарий написала, но с подъемкой, скажем так, вот, про массаж, там, про все, про все, что с твоей комплекцией, нужно минимум 15 сеансов, через неделю еще повторить, там, 10, да, господи, слушайте, у меня бодибар рядом с домом, я могу ходить и 20-30 сеансов, сколько угодно, вот, так что ходим, худеем, скриняем, избавляемся от целлюлитика, вот, так что вот так вот, прям клево. Еще хочу сказать огромное спасибо тем, кому понравился мой обзорчик Василечка, вот, кто посмотрел его, потому что, ну, действительно, в этот раз я прям сама в восторге была от одежды от Василька, прям, ну, честно, я даже не ожидала, кто-то мне там начал писать, что Нина, тебе нужно брендовые вещи носить, раньше ты покупала дорогие кроссовки, а сейчас ходишь Васильке, блин, сейчас где я вам дорогие кроссовки куплю, вот, чисто логически, музыков, видимо, у людей вообще нет, у нас все магазины, ну, как дорогие кроссовки, типа, начали, когда ты жила в Сочи, покупала дорогие кроссовки, вот, про Сочи говорили, в Сочи я покупала кроссовки «Адидас и Рибок», вот, покупала новые коллекции прикольные, как бы, здесь, в Челябинске, во-первых, магазины сейчас везде закрыты эти, то есть их нет магазинов, а во-вторых, в Челябинске никогда новые коллекции не привозили, вот, поэтому в Челябинске вообще в магазинах, честно, прям, стрёмный выбор одежды, обуви, прям позорный, это нужно как минимум хотя бы в Екатеринбург куда-нибудь ехать одеваться, но опять же, ехать, блин, за 200 километров, чтобы пошелпиться, тратить время на дорогу столько, ну, как бы, блин, фиг знает, да и вообще сейчас такое время, что это лучше лишний раз на шмотки деньги не тратить, неизвестно, что будет завтра, как говорится, вот, сегодня все хорошо, завтра может и не быть этих денег, а вы такие, блин, зря кроссовки купил, вот, так что вот так вот, кстати, кроссовки, те, которые в Сочи покупала, до сих пор ношу в отличном качестве, в отличном состоянии, если что, вот, вот так вот, ладно, всех люблю, всех целую, всем пока-пока.